Продолжение следует... Для декора необходимы блестки голубых и синих оттенков. Фимогель. Все остальное увидим по ходу работы. Разминаем голубую полимерную глину и раскатываем ее в нить. Для удобства делим колбаску на несколько частей. Каждую часть прокатываем на пастомашине в длинные пласты толщиной 1 мм. Снежинка состоит из четырех крупных звеньев, а каждое звено из пяти лепесточков. Первый лепесток самый длинный, поэтому для его создания нам понадобятся две полоски, каждая длиной по 10 см. Кладем одну полоску на другую, выравнивая край и хорошо прижимаем. Следующие два лепестка будут чуть поменьше. Длина полосок необходима по 9 см. Проделываем все то же самое. Проделываем все то же самое. Ну и последние два лепесточка еще меньше. Отрезаем 8 см и подготавливаем две заготовки. Длина полоска Muzieк Субтитры создавал DimaTorzok Всего 5 Последний этап необходимо выровнять полоски Просто обрезаем их лезвием Субтитры создавал DimaTorzok Формируем одно звено Моделирующим инструментом все расправляем Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом я подготовила еще три звена Пора все собрать Нам необходима серединка Ее сделаем белой Катаем колбаску из белой полимерной глины И прокатываем ее на пастомашине на той же толщине После этого можно все скрутить Субтитры создавал DimaTorzok Выбираем на той поверхности, на которой будем запекать Субтитры создавал DimaTorzok Кончики у каждого звена немного обрезаем при помощи круглой формочки Присоединяем звенья к сердцевине Помогаем себе в работе моделирующими инструментами Ну или зубочистками, дотсами В общем, что есть под рукой и чем удобнее работать Субтитры создавал DimaTorzok В таком виде отправляем на первоначальный обжиг при температуре, указанной производителем Для смешивания блесток я взяла пластиковый стаканчик Верхушку отрезала для удобства Смешиваем между собой все оттенки блесток Субтитры создавал DimaTorzok Снежинка остыла и ее можно декорировать Для того, чтобы блестки хорошо прилипали и держались, необходимо смазать игрушку FIMO гелем Таким образом украшаем нашу красавицу Стараемся не трогать лицевую сторону игрушки с рваным краем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда все готово, отправляем на обжиг при температуре 110 градусов в течение 10 минут Снежинка остыла, присоединяем ниточку, ленточку или дождик Готово? Можем украшать елочку А наш урок подошел к концу Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Ставьте пальчик вверх, если вам было интересно со мной Оставляйте комментарии Ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео До новых уроков! Пока-пока!